Антологические заболевания Антологическое заболевание того или иного органа будет диагностировано у каждого пятого зрителя планеты. В России в целом ситуация приблизительно такая же, как в мире. По рейтингу смертности антологические заболевания также занимают вторую позицию. И в целом в общей структуре смертности составляется уже 15%. Однако, если мы взглянем на динамику смертности, а не только заболеваемости, мы увидим, что как по данным Минздрава, так и по данным ВОЗ смертность от злокачественного образования ежегодно снижается. И этот тренд является так называемой сменой парадигмы в лечении антологических заболеваний, который связан с несколькими факторами. В частности, это появление изделий методозначения для пролонгированного безопасного инфузионного лечения. Это порт системы для эстетического постоянного венозного доступа и инфузионные помпы. Это развитие сопроводительной терапии, это появление новых групп препаратов для лекарственного лечения. То, что на сегодняшний день мы имеем не только такую классическую химиотерапию, но мы имеем еще три группы препаратов, которые активно используются в лечении рака. И как следствие, это все привело к тому, что начиная со середины 90-х годов активно развивается амбулаторная химиотерапия. И ряд режимов, которые ранее были возможны для проведения только в условиях стационарного лечения, теперь постепенно на постоянной основе уходят в дневной стационар. Несмотря на активное развитие амбулаторного проведения химиотерапии, мы также должны иметь в виду и риски такого режима. В частности, это развитие немедленных и отсроченных осложнений. Под немедленными мы обычно принимаем аллергические реакции различной степени, вплоть до антифактического шока. Когда мы говорим про отсроченное осложнение, мы обычно имеем в виду кипридную нитропинию, отсроченную рвоту и диарею с развитием гипоголемии и тромбоэмболии сосудов различной тяжести и локализации. Однако при равной клинической эффективности с стационаром круглосуточного пребывания, если мы смотрим на амбулаторную химиотерапию, мы можем увидеть как экономические преимущества, в частности, это снижение стоимости одного курса до полутора раз. Это психологические, которые выражаются в том, что у пациента значительно снижаются условно-реприкторные рвоты и тошнота. Они могут воспользоваться поддержкой присутствиям супругов, родственников, детей. Они могут продолжать жить и работать в привычном для них ритме и не выпадать из своей социальной жизни. Могут продолжать работать и так далее. И эпидемиологические, которые особенно актуальны на сегодняшний день, это минимальное взаимодействие с госпитальной флорой, что особенно важно для пациентов в миотоксическом периоде лечения. Что касается организации работы дневного стационара лекарственного лечения, в институте имени Дерцена все отделения, где проводится химиотерапия, входят в отдел лекарственного лечения опухолей. Там находятся как отделения непрофильные, то есть это обычно хирургические отделения, абдоминальные, торако-абдоминальные и другие, где после хирургического вмешательства обычно проводится один-два курса адвивантной химиотерапии. Это два круглосуточных стационара отделения химиотерапии, отделения высокодозной химиотерапии с блоком эксплуатации костного мозга и дневной стационар, где в амбулаторном режиме проводится лечение пациентов. Нормативные документы, на которые мы опираемся, в принципе, я не буду отдельно останавливаться. Естественно, первое основное – это федеральные законы Российской Федерации, в частности, федеральный закон номер 323 об охране здоровья граждан. Это указы о постановлении правительства Российской Федерации, затем приказы Министерства здравоохранения, Сангвины и наши внутренние документы, которые регламентируют деятельность. Штатное расписание включает в себя за подделением старшей ССТУ четыре врача-онколо-химиотерапевта, один врач-хирург, который у нас занимается установкой порт-систем. Это шесть процедурных сестер, одна операционная, один администратор по работе с пациентами и две санитарки. Мощность и коечный фонд тоже достаточно стандартная. Это один процедурный кабинет, который оборудован выписанным шкафом, пять палат, шесть метротопических кресел и 26 коинов. Виды лечения, которые проводятся на базе дневного стационара. Это химиотерапия цитостатиками, это гормонотерапия, таргетная терапия, биоиммунотерапия, а также поддерживающая испроводительная терапия, которая сама по себе не является типическим противоукупалевым лечением, но также влияет на качество жизни пациентов и косвенно на эффект лечения. Как вы видите, по динамике поступлений пациентов с 2018 по 2020 год мы наращиваем мощности, при этом основная их часть приходится на пациентов, которых мы лечим в рамках госгарантии по системе ОМС. В 2020 году мы перевалили за 5000 госпитализаций за год и, в принципе, сделали больше, чем в отделении химиотерапии, чем в пациентах. Как происходит организация движения и максимизация пациентов от момента заключения консилиума о том, что пациенту положена та или иная лекарственная процедурная терапия до момента, когда он к нам ложится? В первую очередь мы начинаем с консультации врача-химиотерапевта, который опрашивает пациента, дает ему памятку по необходимому набору анализов для диспетализации. Когда пациент приходит в назначенный день на госпитализацию, еще раз врач его осматривает, проверяет, насколько по актуальным анализам он готов к проведению химиотерапии. Если все в порядке, то заводится история болезни, после чего медицинские сестры у пациента контролируют температуру и артериальное давление. В первую госпитализацию пациенту устанавливается под система и проводится лекарственное лечение. И затем уже в день проведения этого лекарственного лечения имеется дата фиксированной госпитализации, согласно выбранной схеме лечения, к которой пациент также должен собрать определенный комплект анализов. Командная работа у нас ведется не только в рамках мультидисциплинарных, как принято говорить на команды, врач, медицинская сестра, регистратор и так далее, но в команду также включен пациент, потому что без активной работы пациента, без включения его в эту команду, без понимания пациентам, какие могут быть нежелательные явления в процессе лечения, ни о какой эффективной работе речь, конечно, идти не может. Как происходит организация работы в рамках уже согласованной госпитализации? Как производится порядок разведения и введения лекарственных препаратов? После написания листа назначений врачом, лист назначений проходит в контроль у заведующего отделения и только затем направляется в процедурный кабинет. Ни одного листа назначений без подписи за отделением мы в работу не берем, и, соответственно, такой док-контроль над такими человеческими ошибками. Затем проводится по листам назначений маркировка флаконов и разведение антиэметиков. Параллельно с этим процедурная медсестра ставит катетер либо губера в код. Та медицинская сестра, которая занимается разведением антистатических препаратов, еще раз проверяет расчет концентрации на рост, вес, площадь поверхности тела, после чего разводится в статике. И затем вторая медсестра уже по разведенным препаратам еще раз проверяет губеру. Так происходит маркировка флаконов. Отдельно хочу заметить, что это не пациенты. Имена и номера из твоей болезни взяты из головы. Мы используем термопринтеры для того, чтобы поле самым назначений формировать из нашей информационной системы такие наклейки на флаконы, в которых отражена максимальная информация о пациенте. Что обязательно указывается на наклейках? Обязательно указывается полная фамилия, имя и отчество пациента. Обязательно указывается номер истории болезни, препарат, который будет введен на его растворитель, дозировка препарата, дата и время назначения и лечащий врач, который назначил данный препарат. Сделано это для чего? Поскольку у нас достаточно большой поток, у нас присутствует очень много однокоминцев, иногда встречаются полные тетки вплоть до отчеств, поэтому мы в обязательном порядке перед началом лечения уточняем у пациента его имя, фамилию, отчество и дату рождения. Уточнять это нужно обязательно в формате следующем. Не мы спрашиваем у пациента, вы там Иванов Иванович, а мы подходим к пациенту и спрашиваем вашу имя, фамилию и отчество, и год рождения. Он его называет, мы сверяем это с флаконом и наклейкой, если все правильно, то инфузия может приводить к заказу. Для чего указывается лечащий врач? Это сделано на случай, если разовьется какая-то нежелательная реакция, для того, чтобы любой из процедурных медсестер и медбратьев мог увидеть, что за лечащий врач мог значить данный препарат, к кому из врачей относятся этот пациент, и своевременно его возьмут вести. Так у нас происходит разведение лекарственных препаратов. Вся работа производится обязательно с использованием ламинарного шкафа, обязательно с использованием полного комплекта защитного средств личной защиты. То есть это шапочка, это двойной комплект перчаток, это одноразовые партики, либо палаты, маски, безусловно, и очки, кроме тех, кто уже в очках, потому что, к сожалению, вторая пара не всегда ее нужно на себя надеть. У нас организован контроль в введении и переносимости препаратов. То есть медведевская сестра не находится в палате постоянно, но не менее чем каждые 10 минут она должна проводить обход в палат, она должна взаимодействовать с пациентами, она должна задавать им вопрос, как они себя чувствуют, как проходят инфузии, если у них какие-то неожиданные реакции, как бы что-то, что отличается от нормы. Мы ввели стандартные схемы при медикации, которые согласованы с руководителем отдела лекарственного лечения. И обязательно для начальной рабочей смены мы готовим лоточек, в котором уже набран полностью трактошоковый набор. То есть у нас ампула с адреналином, с кортикостероидами, и сульпокамфокаином уже готова к использованию, и в случае развития какой-то нежелательной реакции, в случае подозрения на амфлексию, любая медсестра знает, где лежит платок уже подготовленный и относит его к палату. Таким образом, мы экономим время на перемещение между послужимым кабинетом и палатами для того, чтобы подготовить что-то для экстремного декабрирования неэкстремных случаев. И, как я уже говорила ранее, контроль всех выступлений назначений у заведующего отделения для иммунизации риска ошибок. КОВИД-19, безусловно, коснулся нашей работы. Мы ввели определение изменения. В частности, у нас введен запрет насопровождающих. В том, что мы отдельные случаи есть, например, пациенты на коляске, есть пациенты, есть физические особенности, которые не позволяют получать это лечение самостоятельно. На текущий момент мы отдаем предпочтение схемам с измененными дозоинтервальными режимами. Естественно, при соблюдении все клинические рекомендации по эффективности. Соблюдение режимов курцевания и проветривания в течение рабочей смены и обработки кровати после каждого пациента антисептиками. Измерение температуры, безусловно, и контроль либо по ПЦР, либо по наличию антител без симптомов новой коронавирусной инфекции. А у меня все, коллеги, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...